А вот фильм начинается с того, что нам показывают, как герой Де Ниро, который вроде как мы предполагаем, если садимся смотреть кино, что он главный герой, нам показывает сразу конец, что герой Де Ниро садится в машину, и машина взрывается. Вот как вы считаете, подобный выбор, метод повествования, он интригу не убивает? Я считаю, что нет. То есть, это редкий случай кино, я его много лет не смотрел, ну и прежде, чем перевести, его, естественно, надо посмотреть. Я его переводил когда-то давно, но поскольку это было давно, то освежать надо по-другому. Я его сел смотреть. Это редчайший случай фильма, точно так же, как «Волк с Уолл-стрит», когда вот пять минут проходит, и ты вообще забываешь, что ты смотришь кино, настолько ты туда погружаешься. Там же есть специфический момент, что голос в кадре, за кадром, в кадре, там по очереди пешие Де Ниро, пешие Де Ниро, ну оно тебя… то есть, информация идёт потоком, тебе не отвлечься, всё интересное, а он, а она, иди ты… Прекрасно. И, не знаю, через пять минут я забыл про актёров и вместе с этим уже забыл про взорвавшуюся вначале машину, при этом вначале-то она взрывается там непонятно, что произошло, т.е. не до конца раскрывается. Только в конце уже объясняют, что случилось там, как… Нет, не портит, на мой взгляд. Портить может, т.е. это в кино считается, как бы это сказать, не то что там… не совсем правильный, т.е. закадровый голос, который объясняет, что происходит в фильме, это как с фотографиями. Вот фотография, её не надо ни подписывать, ни объяснять, что на ней такое, если это… как и картину, в общем-то. Вот если это качественное произведение искусства, то оно само тебе всё скажет, на нём всё изображено, в нём всё есть, как Чёрный квадрат Малевича. Включает в себя всё. Так и тут кино. Либо ты видео рядом показываешь, и же зритель понимает, что ты ему сказать хочешь, ну а если ты начинаешь объяснять за кадром, что это такое, это костыли какие-то совершенно. Это от беспомощности может быть, что ты, как кинематографист, не можешь снимать так, чтобы зрителю было понятно. Но здесь, поскольку мегаталант снимает «Гражданин Скорсези», то всё исключительно уместно, всё очень круто. Ну и вообще сцены-то немножко разные, т.е. он вначале там взрывается, и он там только с задницей летит, и листы. Я когда смотрел, т.е. он, собственно, к машине подходил, и я подумал, что его же сейчас грохнут, а в итоге-то никого не грохнули? Его не грохнули. Кого надо, всех грохнули. Вначале ж не поясняют, что там сначала загорелось, а потом у него там плита железная под задницей была, которая его и спасла, собственно говоря. Вначале этого не поясняют, а в конце уже подробный разбор. Поэтому нет, не мешает. Это я просто оспользую рейки хотел. Да. И вот, получается, с 1995 года Скорсеза и Де Ниро Спеша не работали вместе. А вот сейчас выкатили трейлер ирландца, который уже на подходе. Вы собираетесь посмотреть? Конечно. Да. Джимми Хоффа как раз известнейший профсоюзный лидер, который куда-то бесследно исчез как раз в районе болот, мимо которых в Нью-Джерси, где там в начале Сопрано едет на машине мимо этих. Там, предположительно, этот Джимми Хоффа пропал. И никто не знает, где это, что это и как. Это не может. Американская правоохранительная система. Ну, они там и Кеннеди не могут понять, кто убил. А уж что попроще, то вообще бесследно пропадают. А там какой-то убийца внезапно вылез и рассказал, что это он убил. Врет, наверное, как обычно. Денег дали. Или что? Или книжку хочет написать. Вилли познакомиться с Де Ниро. Ну, тогда всем смотреть казино. Правильно? Очень хороший фильм. Настоятельно рекомендую. Goodfellas, который славные парни. Казино. Волк с Уолл-стрит. Это вообще триада. Вот просто три шедевра. Когда начинают рассказывать, что Скорсезе там все закончился, уже ничего хорошего снять не может. Какие-нибудь там эти отступники. Да. Банды Нью-Йорка. Это не нравится, то не нравится. Смотрите вот эти. Большинство граждан и одного чего-то хорошего, не говоря про гениальный фильм «Казино», даже одного снять не могут. А тут целых три забомбило. Один другого лучше. Замечательные фильмы вообще. Отвал башки. Да, и третий-то даже несмотря на то, что там ни Де Ниро, ни Пеши не было, а получился еще лучше. Волк с Уолл-стрит. Все это значит.